Девочка-пай Чтобы было всем понятно, современным людям, это духовка. Она стояла на улице, потому что готовили летом тоже, чтобы дома жарко не было. Очень часто, даже если фурун был дома, из дома можно было готовить, его тело было на улице, само сооружение. Девочка-пай Иногда это часть комнаты использовалась, как оджах. Просто отгораживали часть комнаты, балка поперечная, часть закладывалась, она как козырек работала, как такой зонт. И там прямо на полу горел огонь. Оджах – это большое сооружение, где внутри готовят. Оджах и Чинде даже сидели. Если оджах – это у нас открытый огонь, то соба – это печь, где огонь закрыт. Потом эти печки железные, вот в Узбекистане, их позже стали называть буржуйками. Это уже из России пришло слово, я так думаю. Редактор субтитров А.Семкин